Природа северных территорий хрупкая иронима, а потому нуждается в постоянной заботе. Раз в 50 лет специалисты изучают состояние почвы и древесной растительности. На этой неделе центром их внимания стал Надымский городской парк. Для тех, кто в будущем займется его улучшением, сотрудники Уральского лесотехнического университета создают максимально точную карту. Мы берем деревья все по порядку, единственное делим их для удобства на отдельно стоящие. То есть, если это, допустим, листинницы или даже самые маленькие деревья, но которые находятся отдельно и не входят в состав каких-то растительных группировок. Если же мы обнаруживаем некое сообщество растительное, которое существует как единое целое, то описываем его, соответственно, как картину. Для удобства каждое дерево подрумянивают, нумеруют, дают характеристику. Главное оружие в этом деле – GPS-приемник, высотомер, топорик и мерная вилка. Диаметр 33, высота. Как вы видите, я описываю расположение каждого дерева на каждом сегменте. В данный момент мы находимся в сегменте номер 7. Как вы видите по карте, это вот очертания черные, это и есть дороги, точнее дорожки. Я проточковываю расположение каждого дерева именно в каждом сегменте. Таких сегментов получилось 24. Это вся территория городского парка. На исследование каждой части уходит примерно по 3-4 часа. В зоне внимания не только растительность. На плодородность и содержание загрязнителей проверяют и почву. Это нормальная почва для северных территорий. Она, конечно, не богатая, поэтому, собственно, и растет здесь не такой большой ассортимент растений. Но, однако же, разнообразие наблюдается. То есть здесь у вас и лиственница, и кедр, и береза, и карликовая береза, и ольха. И даже, к большому удивлению и радости, вчера мы обнаружили три сосны. Природа пока еще не перестает радовать нас своей красотой, а ученых удивлять своей уникальностью. Наблюдали, допустим, такие пятна клевера. Вообще поразились, если честно. Тоже такое ощущение, что там такой съезд для техники. Тоже, видимо, то ли снег, счищенный, собранный, собирают вот конкретно в этом месте. Такое ощущение, что место более влажное. Я привык к тому, что любое подтопление ведет к ухудшению состояния насаждений на данной конкретной территории. А здесь вот мы наблюдаем все-таки некое увеличение разнообразия. А с точки зрения экологов увеличение разнообразия – это один из индикаторов, скажем так, улучшения ситуации в данной конкретной точке. Не обошлось и без примеров негативного воздействия на природу. В центральной части парка у нас находится дорога, можно даже ее охарактеризовать как автомобильная. То есть мы ее предварительно так и будем прописывать, потому что совершенно очевидно, что здесь следы перемещения какой-то техники. Свои исследования и рекомендации сотрудники Уральского лесотехнического университета передали в районную администрацию. Казнить или помиловать дерево будет зависеть от того, какая категория ему присвоена – самая лучшая первая или мертвая шестая. Они будут, конечно, рекомендовать к вырубке минимального количества древесных растительностей. В то же время вырубать, конечно, не будем, потому что параллельно они пропишут мероприятие по возможности их сохранения и фактически дадут варианты уже действия самой администрации. Сейчас в Надымском районе разрабатывается концепция развития и благоустройства парка. Как будет проходить его реконструкция, покажут более детальное изучение и исследование уральских лесников. Ярослава Налимова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Продолжение следует...